фундаменты для домов из газобетона и кладка первого ряда для строительства домов со стенами из газобетонных блоков чаще всего применяются два типа фундамента монолитный ленточный фундамент или монолитная плита с ребрами жесткости или без них в данном ролике в качестве несущего основания дома используется монолитная железобетонная фундаментная лента с плитой толщиной 160 миллиметров вне зависимости от типа фундамента необходимо чтобы верхняя часть фундамента на которую будут опираться все стены дома была горизонтальной и перепады между самым высоким и самым низким углами были не более 30 миллиметров для этого перед началом кладки при помощи нивелира и рейки определяют максимальный перепад высот по углам возводимого здания если данное требование не выполняется то необходимо произвести дополнительное выравнивание верхней части фундамента раствором рекомендуется устраивать высоту цокольной части фундамента не менее 500 миллиметров от уровня отмостки целях предотвращения намокания кладки снегом при его подтаивать также для предотвращения капиллярного подсоса воды со стороны тяжелого бетона между фундаментом и кладкой необходимо выполнить гидроизоляцию поверх нее его отметки гидроизоляция выполняется либо с использованием рулонного гидроизоляционного материала либо раствором изготавливаемым из сухих гидроизоляционных смесей далее приступают кладки первого ряда блок от качества кладки первого ряда газобетонных блоков во многом зависит и качество всего дома ее выполняют особенно тщательно первый ряд блоков всегда укладывается на слой цементно-песчаного раствора вне зависимости от типа фундамента все вертикальные швы первого ряда кладки промазываются клеем для газобетона кладку первого ряда блоков начинают с установки по углам здания в единой горизонтальной плоскости маячный блок и проверки геометрии возводимого периметра в соответствии с проектом для этого с помощью рулетки либо другого измерительного инструмента проводят обмеры сторон и диагоналей сначала добиваются совпадения длин параллельных сторон контура здания затем сравнивают диагонали и при их несовпадении корректируют положение маячных блоков после приведения периметра здания в соответствии с проектом осуществляется установка причальных шнуров причальный шнур закрепляется на угловых маячных блоков контура здания и натягивается по периметру если длина стороны превышает 10 метров то посредине устанавливается промежуточный блок установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру причалки блок сначала выравнивают плоскости затем по высоте и после по причальному шнуру для корректировки положения газобетонного блока используется резиновая киянка при замыкании первого ряда блоков в случае необходимости производят установку доборных блоков длину доборных блоков уточняют по месту замерами доборные блоки получают из стандарт путем обрезания ножовкой для газобетона между соседними блоками одного ряда кладки не должно оставаться перепадов уровня при выявлении локальных возвышений их необходимо удалить при помощи специального рубанка для газобетона после завершения выравнивания мелкие загрязнения и пыль удаляются щеткой сметкой кладка второго и последующих рядов в отличие от кладки первого ряда когда газобетонные блоки укладываются на цементно-песчаный раствор кладку второго и всех последующих рядов осуществляют на высококачественную клеевую смесь для газобетона для подготовки клея к работе в чистую емкость необходимо налить воду в соответствии с инструкцией на каждый килограмм сухой смеси приблизительно 0,2 литра воды далее при постоянном перемешивании миксером либо дрелью со специальной насадкой постепенно добавляют требуемое количество сухой смеси клея и размешивают в течение двух минут до получения однородной массы одного мешка клея весом 25 килограмм хватает для возведения приблизительно 1 кубометра кладки газобетонных блоков консистенция клея должна быть пластичной настолько что при нанесении его зубчатой кельмой бороздки сохраняли бы свою форму и не растекались то же время клей не должен быть слишком густым замешанную смесь выдерживают течение 10 минут после чего вновь тщательно перемешивают и только после этого приступают к работе ходе работы клей периодически перемешивают для поддержания однородной консистенции наносить приготовленный клей рекомендуется при помощи зубчатой каретки кельмы или шпателя подбираемых зависимости от толщины блок использование каретки позволяет с одной стороны обеспечить равномерное распределение клея по поверхности блока с другой стороны обеспечивает его экономное расходование которое достигается за счет того что при использовании каретки в отличие от обычного зубчатого шпателя исключается возможность стекания клея по боковым поверхностям газобетонных блок готовую растворную смесь необходимо равномерно наносить на вертикальной и горизонтальной поверхности блок на нанесенный клей не позже чем через 5-10 минут после нанесения необходимо положить и прижать блок излишки растворной смеси выдавливаемые из швов разравнивают шпатель оптимальная толщина клеевого шва между блоками должна быть не более 2 3 миллиметров что позволит избежать образование мостиков холода и снижение теплосберегающих свойств стены кладки второго ряда можно приступать после схватывания цементно-песчаного раствора первого ряда кладка всегда начинается с углов здания угловой блок устанавливается с перевязкой шва чтобы обеспечить смещение вертикальных блоков второго ряда по отношению к вертикальным швам первого ряда на длину не менее ширины блок последующим рекомендуется выполнять смещение вертикальных швов очередных видов по отношению к ниже стоящим не менее чем на 100 миллиметров армирование кладки армирование стен из газобетонных блоков необходимо для восприятия стенами горизонтальных ветровых нагрузок а также усадочных напряжений возникающих в кладке в результате годовых колебаний температуры наружного воздуха и изменения влажности материала стен армирование снижает вероятность трещина образования в стенах армируются горизонтальные швы между газобетонными блоками кладки через каждые три ряда кладки по высоте начиная со второго ряда по всему периметру кладки поскольку толщина швов кладки из газобетонных блоков не должна быть более трех миллиметров арматурные стержни укладываются в специально подготовленные штробы в горизонтальных швах кладки штробы сечением 25 на 25 миллиметров прорезаются с помощью ручного или электрического штробореза для правильного положения штроб в швах кладки необходимо соблюдать следующие правила при толщине блоков до 200 миллиметров включительно необходимо устраивать одну штробу по центру блок при толщине блоков 250 миллиметров и более необходимо отступая от краев кладки по 60 миллиметров устраивать две штробы на углах стен штробы выполняют с закруглением для устройства ровных штроб на протяженных участках стены можно использовать доску прикрепленную при помощи саморезов посередине блока как шаблон после прорезки штроб всегда удаляйте образовавшуюся пыль и крошки из них при помощи щетки сметки для армирования необходимо использовать стальные рифленые арматурные стержни диаметром 8 миллиметров для связи двух арматурных стержней между собой достаточно расположить их внахлёст не менее чем на 300 миллиметров перед укладкой арматуры штробы заполняются клеем для газобетона на две трети их глубины арматура вдавливается в штробы так чтобы клей покрывал ее пункт излишки клея удаляются устройство перемычек из газобетонных у блоков в любом здании стенок всегда имеются оконные и дверные проемы для того чтобы их перекрыть необходимы перемычки о том как сделать перемычки в условиях строительной площадки пойдет речь в данном сюжете для устройства перемычек над проемами шириной до 3 метров в построечных условиях необходимо использовать у-блоки которые также часто называют несъемной опалубкой для тяжелого бетона для устройства перемычек из у-блоков над проемом устанавливается поддерживающая опалубка затем на опалубку устанавливаются у-блоки количество блоков назначается исходя из ширины проема с учетом опирания перемычки на стены из газобетона по 250 миллиметров с каждой стороны проем между собой торцы у блоков промазываются клеем для газобетона места опирания у блоков на стены из газобетона также промазываются клеем далее глоток у блока укладывается арматурный каркас диаметр стержней которого зависит от ширины проема и нагрузки действующий на перемычку после укладки арматурного каркаса лоток заполняется тяжелым бетоном так чтобы бетон защищал арматурный каркас со всех сторон и уплотняется при помощи ручного вибратора или штыкования поверхность уплотненного бетона выравнивается по верхней грани у блоков при монтаже у блоков необходимо соблюдать следующее правило вертикальная стенка у блока с большей толщиной должна быть обращена улиц а тонкая стенка внутрь здания делать это необходимо для исключения промерзания железобетонной перемычки находящийся внутри у блок данное правило не распространяется на внутренние стены здания для каждого типа несущего основания подбирается оптимальный принцип крепления так в прочных основаниях используется анкировка силами трения а в пористых анкировка формой дюбеля для чего это необходимо дело в том что пористые основания газобетона обладает повышенной способностью к разрушению при постоянном давлении следует учитывать что при анкировке силами трения в газобетоне в начальный период до четырех месяцев наблюдаются вполне приемлемые значения усилия дюбеля на вырыв далее ситуация заметно ухудшается и через год воспринимаемые такими дюбелями максимальные нагрузки падают в разы этот факт подтвержден многочисленными исследованиями особенно всесторонние эти свойства газобетона изучались в германии анкировка формы шурупа позволяет избежать давления на газобетон или точнее сделать его не определяющим при работе шурупа резьба шурупа формирует в газобетоне карманы которые работают не на распор а на сдвиг материала это позволило максимально решить крепление теплоизоляции газобетону пластиковый шуруп также может служить посадочным местом для шурупа m7 для дальнейшего в него крепления например перфоленты для быстрого и удобного соединения газобетонного основания с утеплителем через вент зазор с облицовочной кирпичной кладкой это принципиальное различие позволило достичь максимально надежная а главное долговечной анкировки в таком непростом материале как газобетон инструменты для работы с автоклавным газобетоном для укладки газобетонных блоков необходим инструмент о том какой это инструмент и как с ним работать пойдет речь в нашем сюжете минимальный набор инструментов для работы с газобетоном включает себя ножовку по газобетону угольник штраборез кельму каретку рубанок по бетону для того чтобы разрезать блок под прямым углом используйте угольник в качестве шаблона и ножовку по газобетону для устройства скрытой электропроводки а также для армирования стен из газобетона в них необходимо устраивать штробы при отсутствии электричества на строительной площадке рекомендуем использовать ручной штраборез для быстрого и эффективного удаления неровностей при ведении кладки из газобетонных блоков рекомендуем использовать рубанок по бетону если имеются протяженные участки стен на которые необходимо нанести клеевой состав одинаковой толщины рекомендуем использовать карет ширина карет должна соответствовать ширине блоков вкладки что позволит наносить клеевой состав не допуская его стекания за края блок для равномерного нанесения клеевого состава на вертикальные и горизонтальные поверхности блоков при кладке стен можно также использовать кельму ширина кельмы должна соответствовать ширине блоков для переноски блоков используются различные захватные приспособления для удаления пыли и грязи с поверхности блоков перед нанесением клеевого состава применяется щетка сметка для корректировки положения блоков в складке используется резиновая киянка альтернативой клею на цементной основе является клей на полиуретановой основе в баллоне применение которого позволяет избежать мокрых процессов строительстве клей готов к применению без дальнейшего смешивания он подходит для горизонтального и вертикального склеивания газобетонных блоков начиная со второго ряда кладки а также для приклеивания гипсокартона и дерева к стенам из газобетонных блоков при ведении отделочных работ кладка блоков и их выравнивание выполняются аналогично кладки блоков на цементном клее перед применением баллон с клеем необходимо энергично встряхнуть в течение 30 секунд во время работы встряхивания периодически повторяю перед нанесением клея необходимо очистить поверхность блоков от пыли при помощи щетки сметки в противном случае невозможно получить прочное и надежное соединение очищенная от пыли поверхность смачивается водой это обеспечивает идеальную адгезию клея газобетону а также ускоряет процесс отверждения клея смачиваться должны все склеиваемые поверхности далее удерживая монтажный пистолет с клеем перпендикулярно на расстоянии 1 2 сантиметров от поверхности блока аккуратно нажимайте на дозатор и ведите пистолет вдоль поверхности блок для равномерного распределения клея в швах кладки толщина полоски клея должна быть не менее 4 сантиметров время склеивания зависит от температуры и влажности воздуха в процессе схватывания клея не рекомендуется трогать склеиваемый блок количество клея наносимого на блок зависит от толщины блока в случае использования блоков имеющих захваты для рук отверстия захватов также необходимо заполнять клеем излишки отвержденного клея обрезаются любым острым инструментом очистить неотвержденный клей можно при помощи любого очистителя монтажной пены на основе ацетона и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok